Соответственно, вам будет проще. Запись пошла. Ну что, дорогие друзья, приветствую всех. На связи Андрей Елисеев. И сегодня мы проведем прекрасный, интересный эфир для того, чтобы у вас появилась соответствующая возможность получше узнать о сообществе, о тех возможностях, которые есть. И, конечно же, о том, как здесь можно проще, легче и веселее сделать вашу жизнь по-настоящему финансово свободной. Поехали. Ну что, прежде всего я хочу пригласить сюда, здесь в студию нашу, да, прекрасную девушку, нашего молодого лидера нашей команды, Анастасия. Анастасия, если ты на связи, все нормально, включай видеокамеру, микрофончик, чтобы мы тебя уже могли видеть. Приветствую, Анастасия, какая прекрасная наша принцесса. Вот, Анастасия, это очень мощный лидер из Иркутска. Она пришла буквально, сколько вот, три месяца, наверное, да? Или меньше еще? Три с половиной месяца, да. Три с половиной месяца пришла в команду и начала разбираться. Потому что реально, наверное, первый месяц ушел на то, чтобы разобраться. Да, Анастасия, все правильно, да? Вот, казалось бы, вот смотрите, молодая прекрасная девушка с шикарным образованием, с обалденным опытом в онлайне, понадобился месяц, чтобы разобраться. Поэтому, друзья мои, у кого нет опыта в онлайне, кто не понимает, что такое высшая математика, кто не может пользоваться таблицей Excel с закрытыми глазами, и вы пытаетесь за один день разобраться, то, скажу вам честно, вы делаете большую ошибку по одной простой причине, потому что вы не понимаете, как здесь все устроено. А для этого нужно разобраться. А чтобы разобраться, нужно задать, наверное, Анастасия мне задала, наверное, 50-100 вопросов, как минимум, да? Вот, где-то мы спорили, где-то мы там доказывали что-то друг другу. Но в итоге, в итоге мы пришли к хорошему общему пониманию движения процессов, и, конечно же, мы увидели о том, что система-то работает, кнопочка-то нажимается, деньги-то начисляются, и как-то все это все закрутилось, завертелось, и оп, и уже Анастасия либер второго уровня, да? Поэтому, Анастасия, расскажи, пожалуйста, вот вкратце твою историю, вот как ты пришла в онлайне, почему? Вот давай до онлайна, до онлайна, да, расскажи вкратце, да, вот, минусочек 10 расскажи нам про себя. Вот, до онлайна интересно, и вот в онлайне, почему у тебя мысль возникла зайти в онлайн вообще, и как ты начала развиваться в онлайне, какой был опыт, и почему пришла мысль все-таки найти достойное место и задержаться подольше его? Да, конечно. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Анастасия, я из города Иркутска. Ну, немного о себе. Мне 36 лет, я мама двух детей, мальчика и девочки, работаю фактически всю жизнь, ну, вообще начинала я по образованию педагог, учитель начальных классов и информатики, программист, поработала в школе, потом меня жизнь столкнула с транспортом, я ушла в транспорт, работала с дальнобойщиками много лет, и в итоге стала инженером в транспортной сфере. Вот. Почему онлайн? Так как двое детей, конечно, я два раза была в декрете, а я человек, который не может сидеть на месте вообще, в принципе. И каждый раз, сидя в декрете, я понимала, что, ну, мне скучно, помимо того, что там дети, муж и так далее, нужно было еще чем-то себя занять. И первый мой опыт был 13 лет назад, сидя в декрете, я думала, ну, чем-чем занять, и открыла свой собственный интернет-магазин по продаже женской одежды. Тогда еще украинских партнеров, с украинскими партнерами, в общем, была украинская одежда. Очень все хорошо шло, потом я вышла на работу, и все это как-то утихло. Потом случился второй декрет, и опять задаваясь вопросом, скучно что делать, надо как-то развиваться, общаться, мужу помогать в финансовом плане, не просто рассидеть и ростить детей. Я начала себя искать уже не в торговле, не в онлайн-торговле. И тогда столкнулась, получается, 9 лет назад с инвестициями, с инвестиционными проектами, коммерческими проектами. Многие, наверное, знают, что такое финансовые пирамиды, инвестиционные проекты, коммерческие, в общем, проекты, у которых цель одна – создать этот проект, набрать как нужно больше людей. На самом пике, когда самое большое количество людей зашло, самое большое количество денег зашло, эти проекты закрываются. Там тоже, в принципе, сначала все неплохо шло, все, наверное, знают, как просуществовало 3 года физика, и как все такие коммерческие проекты на самом пике закрылось. Вот, поработав много лет в таких коммерческих проектах в интернете, я очень часто, особенно в последние те годы, когда еще там работала, начала сталкиваться, не только я и моя команда, с тем, что существование и жизнь таких проектов становится все короче и короче. Ну, вот Финника был единственным, кто 3 года отработал, все остальные полтора года, год, потом началось полгода, 1-2-3 месяца, и все сошло к тому, что 2-3 недели и проект закрывается. Соответственно, люди заходили, и все оставались в минусе. И вот здесь в голове возник вопрос. Да, деньги в интернете есть. Ну, точнее, точное сознание было в голове, что деньги в интернете есть, зарабатывать в интернете можно. Но хотелось чего-то стабильного, чего-то сильного, и чтобы быть уверенной в том месте, где ты находишься, и тем более, если ты ведешь с собой людей. Еще года 3 назад кто-то из таких же, как я, онлайн деятелей мне предложил пойти в Меркурий. И я тогда посмеялась, честное слово скажу, думаю, ну, боже мой, ну, я тогда подумала, боже мой, какие там заработок 1-2% в день, там, полпроцента в день, когда я здесь, в хайпах, кто знает это слово, да, в коммерческие проекты, довольно короткосрочные, могу зарабатывать по 5-10% в день. Ну, не важно, что это риск, не важно, что я завтра все потеряю, и зато я могу. В общем, тогда мне было смешно. А когда коммерческие проекты начали все меньше обмельчать, обмельчать и обмельчать, еще больше в голове возникал все крупнее, так вопрос, ну, где же то место, которое не закроется на пике, в котором я буду уверена, и не страшно будет самой идти, не страшно звать людей. Тогда я начала сама искать это слово «поток» в интернете и наткнулась. Меня уже никто не приглашал, знали, что я так к этому отношусь. Я сама начала искать в поисковиках. Я просто помнила слово «поток». Меркурий тогда уже даже не помню, но начала искать где-то месяцев 7 назад, наверное, даже больше. Нашла, нашла чаты в Телеграме, начала наблюдать. Сидела, наблюдала, но еще надеялась, что хайпы будут работать. Нет, они все хуже и хуже, все больше и больше минуса людям стали приносить. И вот в декабре, в конце декабря я в гостевом чате побывала на презентации, на созвоне вот у Андрея Елисеева, влюбилась в этого человека, скажу честно. Поняла, что мы на одной волне, поняла, что это интересно, что человек не врет, человек любит то, что он делает, и сама постучалась и сказала «я хочу». Вот, таким образом, 28 декабря, 23 года я официально, а, даже раньше я была зарегистрирована, под чьей-то ссылки в интернете нашла, ничего не поняла, у меня на почту приходили уведомления, что меня удалят там через месяц. Ну, думаю, ну ладно, значит, наступай. Потом вот в конце декабря я попала сюда в гостевой чат, сама вышла на него, постучалась к Андрею, уже зарегистрировалась заново и начала разбираться. И вот 28 апреля будет 4 месяца. Как я здесь, абсолютно счастлива. Шикарно, шикарно, да? То есть, получается, смотри, какая... Теперь мы откатаем назад, да? Вот эволюция, вот прям я вижу, как трансформировалась твоя личность, да? То есть, сначала все гонялись за процентами, да? То есть, коммерческие проекты, там же те, кто создает коммерческие проекты, там же ребята умные сидят, да? Во-первых, умные, они знают маркетинг, они знают психологию, они понимают, за что цеплять. И вот они цепляют за жадность, прежде всего. Цепляют за вот это желание большого и быстрого, да? И поэтому, когда ты еще, можно сказать, соплячок молодой, да? Ты вот на это падкий, и ты хочешь быстро, и все, да? Но ты не понимаешь, как еще мир устроен, и как двигаются здесь эти все процессы. Ведь смотрите, ведь в природе все идет в определенной скоростью, понимаете? В природе идет, а есть определенные волны, там день, ночь, 24 часа. А хотим мы или не хотим, а не 24 часа, будет солнышко, оно вот хотим и не хотим, солнышко не будет прыгать по небосходу, а вот оно идет и идет, да? Вот есть вот определенные. Вот наша система, она с природой очень гармонично настроена. И поэтому трансформация личности, когда человек уже взрослеет, мудреет, он понимает, что лучше 1%, да? Но на долгосрок дает больше КПД, чем каждый раз начинать заново. Потому что каждый раз, когда ты начинаешь заново, ты теряешь огромнейшее количество усилий, ты теряешь просто кладезь, не знаю, каких-то возможностей, которые проходят мимо, ты теряешь время, там, нервы, людей, команду, да? Все теряешь, да? Потому что кто-то устает постоянно вот этой беготней заниматься бесконечно. Ты накормил, во-первых, ты немножко накормовал, потому что накормил какого-то хозяина, которого многие даже не знают, кто это. Может, это плохой человек, да? И ты ему отдал деньги, и плохой человек стал сильнее на этой планете Земля, да? То есть, по сути дела, сделала вот такую, может, кармически неправильную вещь. Вот, поэтому прежде чем куда-то что-то отдаю, и мне очень интересно, кто создал вот эту штуку, кто ее сделал, для чего она сделана, это сообщество, в чем смысл? Я вот копал всегда в самом начале, мне интересен был смысл. Кто смысл, зачем и почему, да? Если смысла там ноль, мне не надо даже 5-10% в день, вообще ничего не надо, потому что я четко понимаю, как эти маркетинги устроены, потому что я сам создавал бизнес. Поэтому на данный момент эволюция личности идет к тому, что от жадности мы ее прорабатываем через потери, плавно приходим к определенному желанию стабильности. Вот, это раз. И, конечно же, понимание, что лучше в одном очень надежном месте, но мы будем по чуть-чуть делать и идти, и у нас будут результаты все больше и больше. А потом этот как танк, его не столкнуть просто. Он вот идет, как паровоз, и идет, он идет, и идет. Понимаете, вот так вот наша система. Не просто так она создавалась вот уже 12-й год, и сообщество не сидело ровно на попе. Сообщество анализировало, делало, вырабатывало тенденцию, анализ делало всех действий и вырабатывало свою уникальную систему, которая дает деньги уже каждый день. Раньше такого не было. Но сегодня она уже способна давать деньги каждый день, и приглашать никого не надо, представляете? Почему не надо никого приглашать? Вы не задумывались? А по одной простой причине. Потому что наши потоки сами себя приглашают. Понимаете? У нас уникальнейший продукт. За айфоном уже не надо его рекламировать. Все и так уже бегают ночами, стоят за первыми айфонами. Ой бы, свеженький айфончик получился, старенький протух уже год назад. А вот свеженький вот надо, самый свеженький. Поэтому наша система, она уже сама себя продает. Люди уже сами рекомендуют друг другу. Потому что кто-то уже реально серьезно решил какие-то свои жизненные вопросы. Кто-то уже избавился от кредитной зависимости. И все. И сейчас мы потихонечку немножко с Анастасией расскажем про эту систему. Ее нужно понять. Для того, чтобы ее надо понять, надо уделить ей время. Надо посмотреть несколько презентаций, быть на командных чатах, на обучениях. Надо разобраться. Так же, как вы конструктор какой-нибудь купили, лего даже, надо все его разложить сначала на полу, на ковре. И понять, во-первых, общую картину понять. То есть вот на каждом лего-конструкторе есть общая картинка. Что это такое? Дом, там, не знаю, кран или еще там что-то. Ты должен понимать общую картину. И потом начинать вот эти части собирать, собирать терпеливо. Собирать, собирать, собирать. И потом бах, у тебя такой же дом. Стоит только из лего сделано. Вот то же самое надо сделать и с потоками. Или из пазл, допустим. Пазл тоже. Есть общая картина пазла. И вот такой бах, высыпали на пол тысячи элементов. И сидишь такой, ни хрена себе. А что с ними делать-то? Надо картинку смотреть. И их все, каждый, во-первых, элемент надо перевернуть. Цветной стороной, во-первых. То есть уделить этому внимание. Посмотреть на это все, а потом, конечно же, начать подбирать элементы, чтобы они подходили под общую интересную картину. И сейчас, на данный момент, мы начнем потихоньку рассказывать о том, как устроены наши потоки. Ну и начнем, я думаю, с базового потока, очень интересного. Это, конечно же, стартовый поток. В трех словах, Анастасия, расскажи, как ты понимаешь стартовый поток, как он работает, для чего он предназначен, какой минимальный вход. Ну вот так, в общем, с большего. Самый главный для меня поток, это, конечно же, вот как раз стартовый. Когда-то в самом начале, и, кстати, я начала с того, что я зашла и открыла по совету Андрея сразу все виды потоков, ни разу не пожалею, это самый правильный вход для новичка. Самый непонятный для меня был стартовый. Ну, буквально пару недель, и в нем легко разбираешься. Он, его главная цель, он учит людей, особенно людей, пришедших с коммерческих проектов, жадных людей, терпению и алгоритму действий. Это поток, который открываешь на выбранный номинал, минимальный номинал, это 5000 рублей. И каждые две недели, в течение 10 месяцев, ты пополняешь этот поток на 5000 рублей. Первые три месяца, как мы говорим, мы поток кормим, остальные 7 месяцев он нас кормит. Что это значит? Что первые три месяца, каждые две недели, допустим, если мы зашли на 5000 рублей, мы вкладываем в поток 5000 рублей. Но это не значит, что каждые две недели мы вкладываем по 5000 со своего кармана. Вот сегодня, допустим, запустили стартовый поток, вложили в него 5000 рублей и подтянули икаренси. Икаренси – это наша внутренняя криптовалюта, с помощью которой и мы получаем доход от потоков. Чуть позже об этом подробнее. Вот положили в поток 5000 рублей, через две недели он нам даст первую прибыль 1250. И нам опять надо в него положить 5000 рублей, то есть уже не со своего кармана полностью 5000 рублей, а 1250 в прибыли и 3750 со своего кармана. Еще через две недели он нам дает там уже 2300, по-моему, 350. То есть мы ему возвращаем 5000, 2350 в прибыли и плюс добавим свои деньги. Итак, шесть периодов по две недели, то есть три месяца мы ему платим. А дальше начинается самое интересное. Целых семь месяцев этот поток. Каждые две недели нам будет давать прибыли все больше и больше, чем в предыдущие две недели. И в конечном итоге мы получим 150% прибыли с этого потока. То есть за 10 месяцев мы внесли в него 100 тысяч, а получим 250. Вот такая вот прекрасная вещь. Этот поток учит нас привычки дать, получить, часть отдать, получить, часть отдать. Самая главная привычка инвестора это не все себе захапать и не думать, что будет завтра, а часть постоянно влаживать обратно, чтобы как раз-таки завтра у нас было еще больше прибыли, чем вчера. Все верно. Но и в то же время надо и брать обязательно, да? То есть вот тут какой момент? Вот всегда у людей с бедным машином две большие проблемы. Тяжело отдается. А потом, если же ты отдал, ты не берешь оттуда. Потому что тебе уже жадность включается, начинаешь уже все накапливать, как на кубочке сидеть. Надо забирать и менять свою жизнь к лучшему. Перемены в жизни меняют тебя самого как человека, как личности. И ты опять начинаешь этим инструментом пользоваться. Положил, взял, положил, взял. И таким образом ты качаешь вот эту мышцу инвесторскую. У вас же никого не учили в университетах, как быть инвесторами, да? Как управлять деньгами. Вас просто так же, как и меня в свое время, как котят выкинули вот так вот со школы, с университета. Иди, иди, работай, иди там еще что-то делай. Выживай. А выходишь в денежную систему. Тебе ни хрена никто ничего про деньги не рассказывал. Первые пять лет что делает молодой человек, который устроился на работу? Кутит, гудит там ресторанчики, там то, сё. И потом он не понимает, почему до сих пор он в рваных штанах ходит. Почему до сих пор он там, не знаю, без квартиры, без машины, да? Время пролетело, тебе уже тридцатка, а до сих пор еще ничего у тебя нет. Так же работа, так же. Только уже пятница все становится все более и более как бы нужное. Потому что с каждым годом становится все труднее работать. Потому что ты понимаешь, что если раньше это было что-то такое интересное, такое, о, работа, офис, такой важным себя чувствуешь. То потом ты понимаешь, что это просто картинка, рутина, вот. И жизнь твоя уходит в никуда. Поэтому, друзья мои, наша система, система сообщества создана для того, чтобы вы имели возможность стать свободным человеком, финансово свободным человеком. А потом уже дальше вы сами решите, что с этой свободой делать. Кто-то начинает заниматься любимым делом, кто-то начинает путешествовать, кто-то начинает создавать там великие бизнесы по-настоящему, потому что он в найме так сидел жестко, что не было времени высвободиться и подумать над бизнес-планом. Кто-то еще чем-то будет заниматься. Не важно. Важно то, что вы должны пойти заниматься своим любимым делом. Вот кто-то будет трансляции проводить, презентации, наше сообщество продвигать. Тоже дело хорошее. Поэтому каждый выбирает свой определенный путь. Но самое главное, чтобы вы шли своим путем. Вот для этого и создано наше сообщество объединить единомышленников. Вот это ключевой момент. Которые готовы помогать. И мы, как сообщество, тоже им помогаем для того, чтобы они все быстрее и быстрее становились на свой путь. Улыбались по утрам. Они говорили, какой козел опять идет на ненавистную работу. Вот это очень важный момент. Хорошо. С стартовым потоком более-менее мы разобрались. Здесь доходность у нас идет за счет потяжки нашей криптовалюты и currency, которую мы, соответственно, покупаем в Сберкассе, либо Монисторже, либо на Блэкбите, это биржа, да, соответственно, по рыночному курсу. Сейчас ориентировочно около доллара, около 100 рублей болтается этот курс. Вот. И подтягиваем в кабинете по существенно намного большему курсу. В данном случае сейчас, если стартовый поток взять, 500 рублей. То есть практически и currency мы подтягиваем в 5 раз больше. За счет этого у нас и идет прибыль. То есть касса взаимопомощи – это инструмент, который вам плавно начинает давать денег все больше, больше и больше. Это деньги, растянутые во времени. Это деньги, которые вас поддерживают. Каждый день нужна поддержка. Ведь, по сути дела, чтобы свободным человеком быть, много денег не надо. Надо, ну, сколько? Ну, 100 тысяч. Ты, в принципе, уже свободен. Да? В принципе. Вот. С большего. Можешь уже где-то и квартиру оплатить, где-то там на питание, на бензин. Ну, в принципе, телефон, интернет, на все хватит. Но. Проблема-то в том, что людям деньги нужны каждый день. И у людей кассовые разрывы. За счет этого они по незнанию залазят в кредитную зависимость. После этого у них кассовый разрыв становится еще больше. И в итоге, пока вот эта бездна, пропасть не будет, и человек реально не понимает, что он уже не выруливает, и у него не то, что уже не хватает на элементарные вещи, а качество жизни у него снижается. Потому что вы же знаете, что когда мы платим кредит, мы платим прежде всего сначала банком. Мы сначала кормим банк, а потом платим свой кредит. То есть, пока вы банк не накормите, вы кредит свой не оплатите. То есть, вот в чем момент. Вы не кредит свой платите. Вы тупо кормите банк. Поэтому у банкиров все очень хорошо. Это очень умнейшие люди. Это люди, которые пришикарно устроились. Это люди, которых кормит рабочий класс. Это умнейшие люди. Они понимают, что надо делать. А рабочий класс херачит. Ему некогда разобраться. Мне некогда даже некоторым на кнопочку нажать. Говорят, нажимай кнопку каждый день, получай деньги. Да мне некогда, мне работать надо. Мне от этого смешно становится. У меня просто диссонанс сразу в голове. Вопрос, а зачем ты вообще пришел? Иди работай. От работы кони дохнут. Думаешь, у тебя будет лучше ситуация, чем у коня? Конь. Мышцы. Мощь. Скорость. А ты-то всего лишь человечишка маленький. Если кони от работы дохнут. Ну ты-то. Поэтому продолжительность жизни не такая уже высокая. Поэтому стартовый поток он учит. Это образовательный, можно сказать, такой хороший поток. Поэтому, если вы этот поток рассмотрите, то, конечно же, он начнет вас трансформировать. Теперь, и в стартовом потоке есть еще подразделение очень интересное. Называется ускоренный стартовый поток. Вот это, как говорили некоторые лидеры из нашей команды, говорят, если вы хотите быстрее и более выгоднее, конечно же, идите в ускоренный стартовый поток. Анастасия, расскажи, пожалуйста, про этот прекрасный поток. Да, конечно. Это разновидность стартового потока – потрясающая вещь. Это, в принципе, то же самое. Также каждые две недели получаешь деньги, часть отдаешь, получаешь деньги, часть отдаешь. Но разница в том, что при открытии ускоренного стартового потока ты оплачиваешь сразу два месяца вперед, то есть четыре периода. Если, например, открываешь поток на пять тысяч рублей, значит, проплачиваешь сразу двадцать тысяч рублей, и пятый-шестой период, этот третий месяц, идет тебе в подарок. Фонд сам оплачивает пятый-шестой период, подтягивает фонд сам к этим периодам и каренси, и ты сразу выходишь на седьмой период. То есть у тебя осталось четырнадцать периодов, семь месяцев, да? И срок действия стартового ускоренного потока на три месяца короче, чем у стартового. И, во-первых, он даст прибыль не больше, так как третий месяц был оплачен не за свой счет. И радости от этого больше, соответственно. Шикарно, отлично. То есть ускоренный стартовый поток – это как раз для тех людей, которые хотят быстрее и больше. То есть кому очень сложно, и у кого есть немножко чуть-чуть побольше средств для того, чтобы ускорить процесс вот этого вскармливания стартового потока. Это очень хороший. Я обожаю ускоренный стартовый поток. Раньше он вообще был акционным. То есть только на период акции включался ускоренный стартовый. Вот акция, допустим, две недели, включили ускоренный стартовый, все люди вау, туда зашли и его выключили. Все. То есть дальше опять пользуйтесь обычным. А сейчас уже почти четвертый месяц пошел, его включили и не выключают. Это великолепно. Это говорит, во-первых, еще о том, что наша система становится еще надежнее, жирнее. Это говорит о том, что сообщество... Есть такая формула. Вот я эту формулу понял за вот эти вот 7 лет, которые я нахожусь в сообществе. Вот уже скоро будет в декабре 7 лет. Формула следующая. Как только у сообщества имеется техническая и финансовая возможность, сообщество всегда отдает. Вот всегда отдает. При малейшей возможности отдает. И начинает баловать. Баловать акциями, баловать хорошими инструментами, баловать, не знаю, там, лотереями халявными, еще чем-то. Но сообщество начинает баловать. Потому что задача же не на кубышку набрать, а задача грамотно распределить, грамотно накормить народ, участников. А почему? Зачем вообще кормить, казалось бы, да? Вот нет, вы еще не встречали такого человека в жизни, который бы, ну, вас просто вот так вот брал и кормил. Говорил, кушай, кушай, давай, успокаивайся. Все будет хорошо, кушай, все нормально. Все будет хорошо, да? Казалось бы, при капитализме это невыгодно. Да, при капитализме это невыгодно. Да, но только с сытыми людьми, которые знают, что такое деньги, которые имеют пассивный доход, которые уже гармоничны. Можно сделать что-то великое, поймите вот этот момент, да? Именно поэтому Моисей, он не дурак был. Он взял рабов с Египта, да? Этих голодных рабов евреев и повел по пустыне. Сорок лет он их таскал по пустыне, манна небесная их кормил, да? Он не образовывал, ни государство не образовывал, ни с кем не воевал старался. То есть сорок лет он взращивал два поколения. Два поколения он взращивал. Вот эти двадцатилетние борзые, как обычно, да? Сорокалетние уже мудрые мужчины, да? То есть сорок лет. И только потом, основываясь на молодости двадцатилетней и уже на мудрости сорокалетних, вот, он же начал где-то завоевательные моменты, где-то отвоевывать у других царств и начал уже образовывать государство. Вот, поэтому, друзья мои, вот этот момент, он очень важен. Только тогда, когда вы накормитесь уже, да? Сытые станут. Вот можно сделать что-то более великое, понимаете? Пока все голодные, все будут бегать, потому что даже, казалось бы, некоторые участники, даже в моей команде, уже начинают рефералку нормальную получать. Вот все равно бегают по привычке своей старой, где-то по каким-то другим проектам бегают. Бегают привычкой. Это дело такое. Пока нейронные связи в голове своей не перестроишь, привычка начинает работать. Вот, поэтому где-то страх возникает, где-то недоверие, где-то еще непонимание, где-то телевизор вам мозг этот загадил. Вот, поэтому за счет этого, получается, перекосы в вашем ровном движении к цели. Вот к цели можно идти ровно, а можно идти вот так вот. Вот так вот. Туда на кусты свернул, туда на кусты свернул, туда там в крыжовник залез. И потом в колючках стоишь, и тебе больно, и ты вылезти оттуда не можешь. Потому что, блин, нахрена я туда залез? Они колят тебя. И ты вылез, фу, отрекся. И ты такой, боже мой, не дай бог, никогда не пойду больше в крыжовник, залазить туда в шиповник. Вот, поэтому и идешь ровно к цели. Поэтому как важно держать стабильность в голове, чистоту мыслей и идти четко к своей поставленной цели. Потому что если вы этого не делаете, то вы просто тратите время, шатаясь по кустам всевозможных возможностей в этой жизни. Нашли что-то хорошее? Чувствуете, что сердце у вас резонирует с этим? Все, останавливайтесь, шум выключаем из головы и копаем в этом направлении. Копаем, мы пытаемся разобраться, копаем. Вы нашли, нашли клад. Вот считайте, что вы копали, копали, копали. Бам, нашли сундук. Все. Задача его просто отряхнуть, открыть его задачу. А он закрыт, все, понимаете? Надо ломиком ему там со всех сторон. Там еще разобраться надо, как он открывается, этот ларек. Одно дело найти сундук с золотом, другое дело открыть его. Задача совершенно другая. Многих терпения не хватает его открыть, они плюют и идут дальше копать. Понимаете? А ларек-то, ларец-то со сказками надо открыть. И тогда ваша жизнь превращается в сказку. Поехали дальше. Ускоренный стартовый поток. С ним все понятно. Пятый, шестой период вам в подарок. Икаринс вам в подарок. И вы выскакиваете сразу же, конечно же, на седьмой период начисления, где номинал уже меньше, чем выплата. А это круто. То есть выплата, вот если, допустим, брать те же самые 5 тысяч, вам 5300, да, по-моему, Анастасия, выплат? Да. Вот, да. Да, и номинал поток. Поэтому шикарный ускоренный стартовый поток. Обязательно его открывайте. Вообще секрет успеха – это открыть все потоки. Вот все, кто меня слышит в самом начале пути, когда я говорю открывать, вот все сразу же месяц-два, максимум три, и все лидеры, и у всех команды, и у всех шикарный реферал, и все нормально. Вот кто сидит на одном потоке, представляете, вот вы зашли, там какой-нибудь поток один, и сидите, вот один поток. Вы ничего не понимаете. Вы, в общем, картины у вас ноль. А вы не поймете, пока его не откроете. Как бы мы бы с вами вам тут бы не рассказывали, какие бы табличками не махали, поверьте мне, вот круче таблички, чем Настя может делать, я не видел, понимаете. Вот Сергей у нас, Белоусов, это просто мастер, да, вот, и вот Анастасия. Вот это вот просто бам, такие таблицы выдавало мне за день, что я просто, у меня волосы дыбом вставали. То есть насколько человек, ну, то есть, ну, врубается, как там, что, почему, зачем, да. Я тоже могу делать такие таблички, ну, просто я уже мудрый, немножко ленивый становлюсь, да. То есть я просто не буду этим заниматься, я лучше буду другими делами заниматься. Но Анастасия такие вещи выдавала. Круче я не видел, скажу честно, за эти 7 лет. Круче я не видел табличек человека, который садится в Excel и начинает расхерачивать разные стратегии. То есть я говорю, ну, иди ты, посмотри, ты командное обучение, там все есть. Да нет, сейчас я разберусь, и погнали таблички. Excel, наверное, ну, уже, наверное, месяца полтора, как уже не подходишь к Excel, да. Все уже, тема закрыта, как бы насчитались, уже, как бы, хватит, да, уже понимание есть, и слава тебе, Господи. Этот период мы прошли, идем дальше. Быстрый поток. Давай расскажи про быстрый и про супербыстрый, про эти два потока, в чем разница, чем они отличаются, сколько они работают, где какая там доходность, недоходность. Вот тот, кто за доходностью бегает, вот прямиком в быстрый поток. Вот как только вам задали слово, а какая доходность, это все, человеку надо в быстрый поток, и пускай он там плавает по нему, пока ему не надоест. А когда надоест, то уже дальше, уже во все остальные. Расскажи, пожалуйста, про быстрые потоки, про те возможности, которые они дают. Да, быстрые, супер-быстрые потоки, это как раз такие линейные потоки, линейный доход, в котором все понятно. Положил деньги, быстрый поток, например, положил деньги на 30 дней под 20%, да? Грязными, да. Грязными, да, ну, за минус нечистой прибыли, по 20%. И, например, 3 тысячи положил, в течение месяца забрал свои 3 тысячи, 3 тысячи плюс 600 рублей прибыли. Но не так, что ты целый месяц ждешь, что 3 600 твои можно забрать, а каждый день, ну, на примере минимального номинала 3 тысяч рублей, это 3 тысячи разбиваются на 30 дней, то есть ты будешь свои 3 тысячи забирать по 100 рублей каждый день, плюс прибыль тоже делится на 30 дней, то есть 600 рублей на 30 дней, 20 рублей. Каждый день, положив 3 тысячи, открыв поток на 3 тысячи рублей, ты забираешь ежедневно по 120 рублей. И так любую сумму, там вариации очень много, от 3 тысяч до 900 тысяч рублей номиналы, можно открыть один поток, можно открыть все сразу, но нельзя открыть, допустим, 2 по 3 тысячи. Каждый номинал можно открыть одновременно один раз. И вот так с прибылью от 20% в месяц ты каждый день получаешь деньги, разделенные на 30 долей. Как я пользуюсь быстрым потоком, это деньги для меня на каждый день. Получив зарплату, то ту сумму, которую я планирую каждый месяц потратить на продукты, на бытовую химию, на развлечения детей, на школьные обеды, ну, в общем, то, что нужно покупать, тратить каждый день. Я закидываю, к примеру, 30, ну, обычно 30 тысяч рублей, и каждый день снимаю по 1200, ну, в общем, 33 300 в итоге я забираю, разделенные на, а, 1110 рублей точно. Каждый день я с него получаю. Вот, 3 дня накопилось на 3 тысячи, я сняла, пошла, купила продукты, там, ребенку на школьные обеды закинула и так далее. И так же я поступаю в аванс. Получила аванс, закинула его на быстрый поток. Таким образом, моя зарплата, которую я так и так бы потратила на ежедневную, ну, большую часть зарплаты на ежедневные нужды, я ее прогоняю через быстрый поток и получаю ее на 20% больше, чем я ее получила на работе. Прекрасная. С премией, да? Премия такая. Да, невероятная возможность прям. А супер-бустый поток, это вот для хайперов, для таких, как бывший я, очень понятная вещь. Положил деньги на 15 дней, получил их обратно с 10% прибылью. Ну, опять-таки грязно. Без вычистоя и картости. Получил деньги через 15 дней, забрал свои деньги обратно с 10% прибылью. Также много номиналов, которые можно открывать единовременно по одному разу. Вот вся прелесть быстрых потоков. Обычно, Анастасия, супер-быстрый поток, вот как использует народ, как в твоей команде? У нас вот ситуация была, девочка, телефон, по-моему, хотела купить, я точно уже не помню, но у нее не хватало нужной суммы, она закинула на супер-быстрый поток и пока еще не готова была покупать телефон, ее деньги, которые были предназначены для крупной покупки, они прогнали в два раза, по-моему, у нее по 15 дней. И уже с прибылью она забрала деньги, которые хотела потратить на телефон и купила телефон. И, ну, например, машину человек хочет купить, продал машину и понимает, что там через месяц он будет покупать новую. Пока ищет новую, закинул миллион на супер-быстрый поток, через 15 дней, вот, цифры еще наизусть не знают, Андрей. Да, и каждый зарегистрируется и цифры смотрит, да. Посмотрим, да, через 15 дней он заберет не свой просто миллион, а уже увеличенный свой миллион и купит новую машину. Чтобы деньги не просто под подушкой лежали и ждали дня покупки автомобиля, там, или еще чего-то крупного, не знаю, там, заводового браслета женя. Вот это, они еще приумножились и оставились себе ходить, ну, к примеру, если про мужчин говорить, купил на подарок жене, да, приумножил свои деньги, купил подарок и себе что-нибудь там, сила сходил, попил. Вот, пожалуйста. Ни из чего, по сути, за 15 дней увеличил собственные же средства. Шикарно, отлично. То есть быстрые потоки, это такие интересные потоки, деньги на каждый день, деньги на какие-то нужды, если просто чтобы, ну, короткие деньги, да, для самых ваших коротких свободных денег, да. Многие не понимают даже слова, что такое короткие деньги, а что, вообще деньги могут быть длинные, хвостатые, а может быть короткие такие, да. Да, деньги во времени можно растянуть, представляете, вот этими банкиры и пользуются. Они знают, знают, как алхимию растяжение денег во времени, они понимают эту алхимию. И они умеют это и управлять, поэтому и банковская система развивается, как паутина вся по всему миру. И очень, очень хорошо себя чувствует, очень хорошо. Вот, поэтому быстрые потоки, это, конечно, шикарно, это оранжевая закладочка в вашем кабинете, называется BP, быстрый поток. Если у вас еще нет кабинета, то обязательно регистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который вам дал информацию. Если этого человека у вас нет, вот можете написать Анастасии в личные сообщения, она вам поможет зарегистрироваться, разобраться со всеми нюансами работы системы. Вот, и также у нас бот раскидывает список лидеров-консультантов. Вот, Анастасия сегодняшнего дня тоже уже будет в этом списке. Вот, и можете также, как говорится, написать любому, выбрать себе, очень важно в начале пути выбрать себе человека по душе, для того, чтобы вы дальше уже шли и знали, кому задавать вопрос. Вот, Анастасия – это очень грамотный лидер, который реально очень круто ведет свою команду. У нее такой мега тоже интересный командный чат, вот, она очень, человек с большим открытым сердцем, часто проводит там какие-то интересные викторины, ну и так далее. Там своя целая движуха, мне это очень нравится. Вот, поэтому обязательно регистрируйтесь, регистрация ни к чему не обязывает, но будет у вас шанс разобраться, разобраться. То есть у вас будет два момента. Первое, когда вы зарегистрировались, у вас кабинет, у вас есть кабинет, там можно почитать. Посмотреть таблички, цифры, проценты, да. А вот чат наш, гостевой чат кассы взаимопомощи – это место, где можно посмотреть, послушать, понаблюдать за результатами других людей, да. Вот кабинет вам нужен для того, чтобы мозг свой задействовать, почитать, посчитать, ручечку взять, да, калькулятор понажимать, да. А вот чат наш нужен, чтобы ваше сердце услышало, там ли вы находитесь или нет. Если это вам чуждо, ну то, о чем мы с вами говорим, то идите спокойно в ту жизнь, где вы обычно находитесь, либо где вы развиваетесь. Отлично, вопросов нет, то есть каждый выбирает свой путь. Если вам что-то понравилось, то оставайтесь, понаблюдайте, понаблюдайте за тем, что здесь происходит, понаблюдайте за результатами участников, лидеров, какая атмосфера творится здесь. Вот, поэтому я думаю, вот 190 человек у нас сейчас на эфире, вот, я думаю, что это далеко не глупые люди, и не просто они так здесь находятся, потому что здесь, наверное, что-то есть, что-то здесь интересненькое, да, потому что на данный момент все, кажется, участники нашей сообщества далеко не глупые люди. Они поняли, что здесь надо что-то интересненькое, здесь надо остановиться, и здесь надо немножко разобраться. Идем дальше. Следующий, очень интереснейший поток, наверное, любимчик у всех, вот, это растущий поток, это зеленая вкладочка в вашем кабинете, называется РП, растущий поток, да, я хочу сейчас Анастасию попросить, чтобы она рассказала в трех словах про этот интересный поток, который растет со временем, да, и те возможности, которые он дает. Анастасия, расскажи, пожалуйста. Да, конечно, я, как и многие участники, большинство участников нашего сообщества, обожаю растущий поток, это самый любимый, наверное, из всех пяти, послесартового. Это поток, ну, лично для меня это деньги на какую-то цель, это я так его воспринимаю. Это поток, который растет со временем. Например, сегодня ты положил у него какую-то сумму, и у тебя начинается начисление. С сегодняшнего дня 0,3%, завтра это будет 0,31%, послезавтра 0,32%, послезавтра 0,33% и так далее. Ежедневно в этом потоке начисление, ежедневное начисление увеличивается на 0,01% по отношению ко вчерашнему начислению. И, опять же, вся доходность от потяжки нашей криптовалюты и гарантии. Если, например, вы в поток положили 10 тысяч рублей, то в потоке после подтяжки и карантии сразу появится 20 тысяч рублей. Если вы положили в поток, например, 100 тысяч рублей, то в потоке появится 250 тысяч рублей. А если вы закинули в поток сразу миллион, то в потоке станет 3 миллиона. И вот эти суммы после пополнения потока и потяжки и каранси, я просчитывала опять по таблице, большую часть суммы, 87% у меня получилось, вы заберете в первые полгода. То есть закинули миллион и в первые полгода вы уже заберете 2,5 примерно миллиона себе, можете забрать себе на покупку. 87% от суммы в потоке. Да, от 3 миллионов, да, 2,5 миллиона, положив миллион, через полгода вы 2,5 примерно забираете себе. То есть захотели, что-то, как вот у меня девочка-участница кричит, я хочу черный джип, я говорю, сколько твой черный джип стоит? Она говорит, 4 миллиона, я говорю, закидывай полтора, через полгода купишь себе черный джип. Шикарная цель. Да, она к этому готовится. Лично я открыла, вообще начала поток, кстати, неправильно, как новичок, за то, что в первый же день получила по шапке эту. Вот, Андрей, открыла поток на 8 тысяч рублей, подтянула и каренси, у меня в потоке появилось 12,5 тысяч рублей. А если бы я закинула 10, не пожалела бы 2 тысячи рублей, у меня бы в потоке было 20. То есть какой разбег, да, в чем я потеряла. На данный момент у меня, спустя 3 месяца, внесено собственных средств в 200 тысяч рублей, то есть через полгода примерно я заберу где-то 350. И эти деньги я там коплю, приумножая свои собственные средства, приумножая средства, полученные с этого же растущего потока для того, чтобы мы с моими детьми летом слетали за границу на море. Вот такая мечта. И там для этого я приумножаю свои средства собственные и заработанные в нашем фонде. Шикарная цель. Класс. Вот скажи, пожалуйста, Анастасия, вот у растущего потока есть, как и у других, копилочка, да? И когда мы нажимаем кнопочку начислить награду, то из суммы в потоке, допустим, если мы миллион закинули и каренси еще тысяч на 400 подтянули, и у нас 3 миллиона в потоке стало. И вот мы потихонечку перетекаем деньги из суммы в потоке в копилочку, да? Так вот для чего нужно наращивать копилочки? Да, если, допустим, мы закинули миллион, первое начнение у нас будет 9 тысяч рублей, и с каждым днем все больше будет, там, второй день 9200, к примеру, третий 9500, там, ну, это я так на глаз говорю. Каждый день мы нажимаем кнопку начислить награду, и вот сегодня закинули миллион, подтянули и каренси, нажали кнопку начислить награду, нам в копилку упало 9000 рублей. Завтра опять нажали кнопку начислить награду, нам упало там 9500 рублей. Пока деньги лежат у нас в копилке и копятся на какую-то цель, процент каждый день растет на одну сотую, как я уже говорила. Как только, допустим, все, у нас накопилось, приумножились наши деньги, накопилось на эту цель, как только мы снимаем с копилки деньги, ну, допустим, вот у нас в потоке сумма потока 3 миллиона, мы накопили там в копилке, не знаю, миллион, и нам надо его снять. Мы его снимаем, а у нас уже процент вырос, допустим, до 1,5% в день, как только мы с копилки деньги сняли, начисление опять упадет на 0,3% и начнется заново сегодня 0,3, завтра 0,31 и все заново по кругу. А если я 50% сниму с копилки? Да, если, допустим, у тебя начисление сегодня уже выросло до 1%, ты снимаешь 50%, то есть с первого дня открытия потока до сегодняшнего дня у тебя на 0,7% до одного подрос ежедневное начисление. Ты снял 50%, значит 50% от выросшего процента у тебя в копилке упадет. Будет начинаться не с 0,3%, а с 0,65%. То есть на 50% с копилки снял, значит и доходное начисление на 50% процента упало. Шикарно, это такой очень интересный поток, я бы его назвал живой финансовый инструмент, он шевелится. Вы что-то сделали, и он сразу реагирует на ваши движения, вот, поэтому этот поток, его не было, когда я пришел, у нас вообще был просто один алгоритм очень простой, вот. Но у нас был алгоритм, он назывался очень просто, он красиво назывался, но он сносил людям просто мозг, и люди начинали творить глупости. То есть он назывался очень просто 1% людей, вот он назывался как. И эта штука давала людям такие деньги, что просто сносила крышу, и просто люди творили всякие глупости. И сообщество поняло, что это не работает, надо менять, надо более растянуть во времени, чтобы человек успел трансформироваться, чтобы он понял, что такое жадность, что такое страх потери, что такое терпение. Как сказал Уоррен Баффетт, что нетерпеливые люди хотят денег, но деньги любят терпеливых людей. Поэтому вот этот момент, он очень-очень важный. Поэтому, друзья мои, если у вас горят карманы, если непосредственно вы понимаете, что с терпением у вас туго, это говорит только об одном, что надо этому учиться. И наша система уже заточена под то, что вам это бесплатно, этому вас научат на практике, на практике, давая параллельно вам еще и доход. Представляете, какая штука интересная? Мало того, что вы образованным бесплатно станете, а сейчас знания стоят больших денег. Ни один инфобизнесмен вам ничего бесплатно не даст. Все на тренингах заплатите несколько сотен, тысяч, а то даже миллионы. Посмотрите, сколько знания стоит. Здесь же наоборот, все дается бесплатно. И командное обучение абсолютно бесплатное, все бесплатно. Вы как бы в довесок к доходу на ваших денежных потоках, вы получаете еще образование финансового консультанта, прорабатывая еще дополнительно свой менталитет для того, чтобы вы были готовы потянуть определенную сумму денег. Понимаете, да? Поэтому, если каждому из вас сейчас дать, не знаю, 10 миллионов в чемодане долларов, вы ночью спать не будете. По одной простой причине, потому что вы к ним не готовы. Это не ваша зона комфорта. Вы будете три раза подбегать к ночной двери и проверять, все ли замки у вас закрыты. Понимаете? И так далее. Зашторите все шторы. Вы в кошмарах заснете, если вообще заснете. Это говорит о чем? Вы не готовы. Вы не готовы к тому, чтобы у вас были финансы такого плана. Поэтому надо расти до этого. Расти. Потихонечку растешь, растешь, растешь. Становится нормальным, там, не знаю, миллион, становится спокойным. Миллион туда, миллион сюда. Ты уже становишься гармонично. Потом десятками миллионов будете думать. Вон, такие, как бы, великие наши корпоративные руководители, как там, руководители банков, там, корпорации. Они думают миллиардами уже, сотнями миллиардов. Туда, сюда, сюда, туда. Понимаете? Да, уровень мышления. Вот так и так, как говорится. Поэтому надо расти. Надо расти потихонечку, и все будет очень хорошо. Поэтому растущий поток учит однозначно терпению. Растущий поток прорабатывает жадность. Потому что чем больше копилочка, тем больше ты хочешь, чтобы она у тебя там была кубышечка. Эта кубышечка, она растет. Она же такая, о, классно, да? Вот же, у меня же такой большой процент. Ай-яй-яй. Но, извини меня, мы здесь создаем нашу систему не для того, чтобы цифры гонять внутри, как бы, экрана компьютера, либо телефона. А для того, чтобы менять качество вашей жизни. Понимаете? Вот этот момент, он кардинально очень важный. Касса взаимопомощи должна оказать взаимопомощь, чтобы вы смогли взять свою жизнь и начать менять. Вот для этого создана эта система. Вывести, пойти, потратить на что-то, чтобы улучшило вашу жизнь. Конечно, если вы пойдете и потратите на очень жестком бухле в ресторане, эта жизнь ваша не улучшит. И вы даже не будете помнить, в какой вы ресторан сходили. То есть никаких осознаний у вас будет, не будет вообще. Вот, если уже вы потратите реально на развитие вашей личности, то, конечно же, вы будете уже иметь определенные дивиденды с этого, как говорится. Следующий поток, очень интересный, накопительный поток. Да, мы его называем наш пенсионный фонд, деньги на будущее. Расскажи, пожалуйста, Анастасия, про этот интересный поток. Многие про него вообще не знают. Да, конечно, накопительный поток у меня также открыт. Это, правильно, деньги на будущее. Он растянут во времени. Самый короткий период – это три года. То есть, например, ну, лично мой поток. Я ежемесячно три года подряд вношу в накопительный поток 2000 рублей. Через три года, три года подряд этот поток мне будет давать 10 тысяч рублей. То есть, доходность этого потока 500%. Внесете, будете, допустим, в накопительный поток вкладывать ежемесячно 1000 рублей. Через три года, три года подряд этот поток будет вам давать 5000 рублей. Есть разные временные периоды. Три года, пять, семь, десять лет. Ну, и разные, конечно. А, номиналы любые от 1000 рублей. Для чего я открыла его, для чего лично я его использую. У меня через четыре года сын пойдет учиться, будет студентом. Сейчас я планирую еще два потока открыть для дочери и для сына еще один. И ему, как молодому студенту, юному, прибавка к стипендии 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей ежемесячно. Это будет потрясающе. И мне из-за своего кармана не надо будет где-то искать, о боже, заплати за институт, заплати за квартиру, еще ему денег с собой дай в институт. За меня это все сделает накопительный поток. Просто ребенок будет забирать деньги ежемесячно по 10 тысяч или по 20 рублей. Ну, на данный момент по 10 тысяч рублей ежемесячно и тратит на свои студенческие нужды. Для пенсионеров, например, ну какие у нас пенсии смешные, да, у всех есть бабушки и дедушки. У него он дедушке 95 лет, отработал всю свою... Я сейчас не буду брать, стаж у него огромный, пенсия 15-600, вообще смех. То есть для пенсионеров, для будущих пенсионеров, да даже для... Ну вот я сейчас тоже задумываюсь о пенсии. Если я сейчас открою себе поток с периодом на 10 тысяч... Ой, на 10 лет, господи, то какая... Ну я, правда, еще 10 лет не пойду на пенсию, но все же там через 20 лет, например, если я накопительная... Какая-то огромная прибавка пенсии. Ты на пенсию пойдешь через год. Через год ты уже будешь на пенсии. Да ладно, нет. Серьезно, да. Для чего ты потоки делаешь? Чтобы через год у тебя была пенсия. Быстрого потока еще. Быстрого. Про пенсию возрастную. Понятно. То есть 100 денег на будущее для студентов, для пенсионеров, для того, чтобы наше нестабильное время... Не факт, что завтра будет работа. Чтобы быть уверенным, через 3 года, через 5, через 10 лет у меня будет на что жить. Вот для этого накопительные потоки. Да, друзья, накопительный поток – это интересный поток. Это поток, который дает деньги в будущем. Оказывается, в будущем деньги будут тоже нужны, представляете? Я не вижу трендов, тенденций, чтобы деньги отменили. Наша цивилизация идет по технократическому пути. И не видно изменений таких благостных, которые просто деньги говорят. Давайте отменим деньги, друзья, и будем жить без денег. И все, всем все хватит, будет всем все хорошо. Ничего-то я не слышу ни от наших властей. Соответственно, любые продукты, в любом количестве, все, пожалуйста. Такой социализм, коммунизм, да, можно сказать так. Нет, деньги в будущем тоже будут нужны. Поэтому, друзья, накопительный поток – это стратегия от 3 до 25 лет. Как и Настя сказала, есть период накопления, а есть период выплат. И выбрали 3 года, накапливаем 3 года, 3 года получаем. То есть выбрали 5 лет, накапливаем 5 лет, 5 лет получаем. Идем дальше. Какой у нас еще есть поток? Конечно же, это наша беспроигрышная лотерея, да, либо поток удачи. Это черная вкладочка в нашем кабинете под названием ЛТ, лотерея, то есть в переводе. Означает, это очень интересный инструмент. Если у вас еще нет кабинета, обязательно зарегистрируйтесь. Возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, зарегистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Либо вот пишите Анастасия, это просто мега крутейший молодой лидер моей команды. Анастасия очень обалденно развивает свою команду, очень дает профессиональные консультации. Поэтому обязательно стучитесь, кто хочет попасть в мою команду. Вот стучитесь к Анастасии и, как говорится, регистрируйтесь и создавайте потоки и вперед, как говорится, к вашим целям, к изменению вашей жизни. Вот, либо, конечно же, у нас есть еще список консультантов. Вот, бот скидывает, выбирайте любого. Очень важно выбрать себе человека по душе. Идем дальше. Наша беспроигрышная лотерея. Расскажи, пожалуйста, в трех словах, какие возможности она дает. И, как говорится, что у нас происходило вот эти вот три месяца. Одни джекпоты срывали, да. Да, наша беспроигрышная лотерея, поток удачи, это три вида лотереек. Номиналами 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Ежедневно в 12 часов по Москве, в рандомном порядке, лотерея выбрасывает пять чисел от 1 до 32. Вы покупаете лотерейку на выбранный номинал, заполняете пять своих любимых чисел. И в час, когда происходит розыгрыш, если у вас совпало от двух до пяти чисел, вы выигрываете ваши прописанные числа в лотерейке. Если не совпали, значит, ваш билетик будет участвовать завтра опять, послезавтра опять до тех пор, пока не выиграет. Например, лотерея за 100 рублей можно при совпадении всех пяти чисел выиграть 300 тысяч рублей. Лотерея за 500 рублей при совпадении всех пяти чисел можно выиграть 500 тысяч рублей. И лотерея за 1000 рублей при совпадении всех пяти цифр можно выиграть миллион рублей. Вот как я пришла с декабря месяца в наше сообщество, вообще в шоке пребываю, особенно 31 декабря для меня был шок полный, когда мужчина, у меня-то это было 5 часов вечера, выигрывает миллион 31 декабря и во всем прямом эфире об этом рассказывает, радуется, это было потрясающе. И за эти 4 почти месяца, 8, о нет, около 20, итоговая сеть, около 20, чуть меньше может деться. На всех платформах, да, около 20, джекпотов было 20 человек, стали кто-то миллионером, кто-то выиграл полмиллиона, кто-то 300 тысяч рублей, просто заплатив от 100 до 1000 рублей за эту рейку. Я сама лично, у меня всегда куплены хотя бы по одному билет на всех трех лотерейках, и также у нас есть платформа не только русская, но и испанская, Еврозона, и на международных платформах тоже покупаю лотерейки, и очень часто выигрываю и 2, и 2, и 3, и 4 цифры. Ну, джекпот меня еще ждет, я знаю, скоро придет, как и всех остальных участников. Потрясающе, радости, когда ты заплатил 100 рублей, выбрал, выиграл 2500, это невероятная радость, я прыгала как себя, представляю, как прыгали миллионеры, которые выиграли миллион. Это радует, это всегда такой восторг, смотришь на это, я жду 5 часов вечера, вот у меня 50 на днях было билетиков, у меня в кабинете 50 билетов работал, играл, сидишь, ждешь 5 часов, когда, когда, а, 3 номера, а, 3 числа, 4 числа, это очень радостно, это вдохновляет, и жизнь кажется еще более интересной и невероятной. чем, когда ты в обыденной жизни не участвуешь в таких сообществах, фондах, все поменялось. Все правильно, лотерея, лотерея у нас беспроигрышная, то есть, друзья мои, когда вы идете покупать лотерею где-нибудь в магазине, там, либо в лото, вы, ну, проиграете, это процентов 99,99, вот, то у нас, наоборот, вы 99,99, проили 100%, вы выиграете, вот, поэтому у нас лотерея беспроигрышная, друзья, поэтому так устроено, это еще один поток, мы его поэтому называем поток удачи, да, поток удачи, и как вы используете, так, в принципе, можете этим потоком, в один день вы можете стать, можно сказать, миллионером. Вот, правила лотереи читаем во вкладочке ЛТ, проваливаемся туда, там большая красная кнопка лотереи, нажимаем на нее и внимательно читаем. Соответственно, все у вас в кабинете есть. И, конечно же, у нас остались еще вот таких, вообще, я проводил эфиры еще летом, 17 денежных потоков, кому надо, мы повторим сюда, здесь еще в час закинем, вот, но у нас есть еще два очень мощных потока в рамках вознаграждения за развитие проекта. Дело в том, что наше сообщество не дает рекламы, и весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров, поэтому вы имеете возможность активничать, если хотите, не хотите, не активничайте вообще, то есть у нас полная свобода. Что хочешь, то и делай, что хоти, то и вороти, помните, есть такая фраза, да, в народе, да, так вот, это как раз про нас. Если хотите проводить презентацию, вот мы захотелись с Анастасией, оп, собрались и провели вот для вас, да, не хотим, но не будем проводить, поэтому на данный момент полная свобода. Так же и вы ваших потоков. Хотите, открывайте поток и меняйте свою жизнь. Не хотите менять, не надо ничего открывать, оставайтесь там, где вы есть, в том состоянии, и все, как говорится, пускай идет так, как оно идет. Но если вы чего-то хотите, если хотите жить какой-то другой жизнью, то, конечно же, этот инструмент шикарно помогает в этом. Поэтому у нас есть еще вознаграждение за развитие проекта. Расскажи, пожалуйста, про реферальные бонусы и про командные бонусы. Вот что они дают? Давай в трех словах. Да, конечно. Фонд очень благодарен людям, которые рассказывают, показывают свои впечатления и показывают свою жизнь в фонде. И поэтому существует такая система, как реферальные бонусы. Когда человек проходит по вашей ссылочке, регистрируется, открывает какие-то потоки, вы получаете от 3 до 7% от суммы его открытого потока, номинала потока. Например, если вы пригласили друга, он зарегистрировался по вашей ссылке, и, например, открытый поток на 10 тысяч рублей, вы получаете с этого, с его суммой 7%, то есть 700 рублей. Со стартового потока получаете 3%. Но, опять же, мы не забываем, что стартовый поток – это пополнение, ваш друг будет пополнять каждые 2 недели, и, соответственно, каждые 2 недели 3% вы будете получать с его суммы. Быстрые потоки. У них своя система реферальных начислений. Это ваш собственный поток прибавляет количество дней. Например, вы открыли на 3 тысячи поток, и у вас 10 друзей открыли, ну, 30 дней, быстрый поток будет начислять вам выплату. Если у вас 10 друзей пришли и тоже открыли на 3 тысячи поток, то вы получите еще плюс 10 дней к своему быстрому потоку. То есть он у вас будет давать прибыль не 30 дней, а 40 дней. В накопительном потоке наш пенсионный фонд реферальные вознаграждения 7%, так же, как в растущем. Так, и 5 в каком-то, да? Нет, все правильно, 7%, все хорошо, это реферальные. Ну, а так, кто хочет дополнительно цифры посмотреть, все есть в кабинете, поэтому регистрируйтесь. Есть вкладочка очень интересная, называется «Вознаграждение за развитие проекта». Там все написано и детально расписано. Теперь и лидерские командные бонусы, Анастасия. Да, и как только у вас появилось 10 друзей, которые открыли поток, вы сам лично разобрались во всей сути фонда, в работе всех потоков, разобрались во всех условиях работы фонда. Можете ответить на любой вопрос вашего лидера, вы тоже становитесь лидером. И плюс к вашим реферальным бонусам, например, к 7% растущего потока, вы еще получаете структурный бонус. Это от друзей ваших друзей. То есть я позвала Машу, получаю 7% от Маши. Маша позвала Аню, я получаю 5% от растущих накопительных потоков Ани. То есть друга моего друга. Итого, допустим, моя Маша открыла растущий поток, и я при этом уже лидер. Тогда я получу 7% как пригласитель и 5% от ее потока как лидер. Целых 12% за поток одного из моих друзей. Не буду скрывать, у меня был огромный восторг, когда мой друг зашел, открыл растущий поток на полмиллиона, и я тут же получила 60 тысяч рублей, и я была в шоке, в полном. Ни один хайп, ни один проект, ни мой интернет-магазин за месяц мне ни разу столько не давал. А здесь просто за один день. Это полный восторг. И когда понимаешь всю эту возможность, я тоже шла, думаю, ай, на приглашалась в хайпах, не буду больше никогда нигде приглашать. А когда увидела, как фонд это благодарит, думаю, ну нет, я же умею это делать, мне нравится это делать. Я люблю общаться с людьми, рассказывать им, делиться эмоциями. Вообще для меня эмоции это... Я очень люблю делать подарки и видеть эмоции людей, поэтому реферальные структурные бонусы это про меня и про многих людей. У меня даже в команде девочки, которые заходили, ой, я вообще никогда никого не приглашала. Одна из них уже вот-вот будет лидером, хотя кричала, что я приглашать никого не буду. Здесь не заставляют приглашать, а сам идёшь и рассказываешь, потому что все же мы из бытового мира, где у всех много проблем, кредит, какие-то неурядицы финансовые. И когда ты понимаешь, что у тебя ситуация выравнивается, что есть такая возможность, этой возможности уже 11 лет, 12 год идёт, невозможно не говорить. Сразу хочется рассказать друзьям, у которых тоже какие-то проблемы, родственникам. Вот отсюда и получаешь. Раз, и ты лидер. Не хотел, а стал. Шикарно, шикарно, да, абсолютно верно. То есть у нас естественный процесс роста происходит. Просто естественный, не искусственный, а естественный. Поэтому, друзья, все, кто хочет, тот может. Хотеть, значит, мочь. Если не можешь, значит, не хочешь. Поэтому, а если можешь, значит, ты по-настоящему хочешь. Поэтому, друзья, шикарные возможности есть. Обязательно регистрируйтесь, пишите вот Анастасии, регистрируйтесь и начинайте развиваться. Вот это очень важный момент. И, конечно же, сейчас мы ответим на часто задаваемые вопросы. Давай вот откуда деньги, пирамида не пирамида, лохотрон не лохотрон. Давай и приглашать не приглашать. Вот мы уже оговорились о том, что нам не надо приглашать, но тем не менее. Вот у нас, я сейчас вот буду перечислять источники денег. Это пять источников денег я сегодня расскажу. Еще про пару источников я рассказываю на командных обучениях. Вот первый – это прогнозируемый рост курса криптовалюты и каренси, который только за последний год сколько сделала? Помнишь? В том году был рубль, да? А сейчас сто. Ну, в марте прошлого года, да, будет 2 рубля. Короче, грубо говоря, 30 иксов, да? То есть, если бы вы знали эту возможность и на миллион купили и каренси в прошлом году, в марте, то сейчас у вас было бы 30 миллионов рублей. Друзья мои, как вам? Да, вот такие возможности есть и, как говорится, в нашем сообществе. Но вы не знали об этой возможности. Вы были где-то в другом месте, заняты другими делами и с другими людьми. Поэтому эта возможность обошла вашей стороной. Но сейчас вы слышите эту информацию. Сейчас уже есть у вас возможность. Наша криптовалюта и каренси, она не прекратила рост. Она также и растет великолепно. Поэтому, конечно, 30 иксов за этот год навряд ли вы срубите, но иксов 10, я думаю, можно взять. Поэтому и каренси растет и будет расти. Почему? Потому что сообщество развивается. Потому что люди потоки запускают. А чтобы запустить потоки с прибылью, надо и каренси подтянуть. За счет этого спрос огромный на и каренси. Поэтому на данный момент все так чудесным образом устроено, что это очень шикарный источник дохода для того, чтобы ваши потоки давали вам деньги в том количестве, в котором вы запустили эти потоки. Поэтому это один из жирнейших источников дохода. Следующее. От справедливого перераспределения не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. И вот как ты воспринимаешь это одноранговое сети? Что такое? Да, я имела опыт быть в нескольких пирамидах. Во всех финансах, на нескольких матрицах, во нескольких пирамидах, во многих. Это когда верхушка получает все. То есть есть первостоящий, под него регистрируюсь я, под меня еще, под моих людей еще. И вот пирамида выстраивается. И тот наверху получает от всех от нас большие проценты. То есть он в Соколаде, а мы там кое-как копейки собираем. Здесь же в фонде у нас все абсолютно равны. Хоть там топ-лидер, хоть я лидер, хоть мой новичок, который сегодня пришел. Все получат одинаковый процент в том потоке, который они открыли. Никакой разницы, кем ты являешься в фонде, или сколько лет, или месяц, вообще не важно, сколько ты на нем находишься, ты будешь получать так же, как и новичок. И новичок будет так же получать, как и семилетний Андрей, и как я там. То есть все равны. Вот в этом и большая разница. Все правильно. Это справедливая система перераспределения. Многие видели там сторисы, я про Арабские Эмираты все время рассказывал. Там просто один шейх воспользовался моментом, и когда объявлялась независимость, был такой момент в 60-е годы, вот он объединил все Эмираты. Несмотря на то, что он договорился с другим шейхом, у которых вот Абудаби и Дубай, у них максимум нефти, а все остальные бедные. Но неважно, он все равно всем по справедливой системе распределил бюджет. То есть он уговорил, грубо говоря, дубайского шейха о том, что давай создадим общий бюджет и всем равномерно дадим, иначе все будет круто. На этих принципах фундаментальных он поставил государство, и это государство до сих пор процветает, и по этим принципам все распределяется. Поэтому вот вам пример процветающего государства, и все хотят жить в Дубае, всех Арабские Эмираты. А почему? А потому что один человек вот так вот взял, проснулся и сделал своим большим сердцем вот такой вот взмах руки. Хотя они бы могли просто тупо жить в шоколаде, быть триллионерами, не миллиардерами, а триллионерами. Нет, он эти миллиарды просто распределил. Он говорит, и мы и так богатые. Ну давай народ накормим. Ну давай. Вот, и они накормили. Этот народ не просто накормили, а були, одели, вымыли этих вонючих бедуинов. Вы, может, кто еще не был в Арабских Эмиратах, обязательно съездите. Вот, и превратили их уже непосредственно в образованных, цивилизованных бизнесменов. Понимаете, у всех эти дети получили Кембридж, Оксфорд. Все филиалы, всех университетов сейчас в Дубае есть. Поэтому можно, не выходя из Дубая, получить самое крутейшее образование. Поэтому на данный момент это один из принципов справедливой системы распределения. А что дает, вот Настя, скажи, пожалуйста, что дает, что у нашей системы нет хозяина. Вот, мы же не коммерческий проект, и весь доход остается в сообществе. Вот что это дает? Как это понять? Что значит доход остается в сообществе? Ну, опять же, если сравнивать с коммерческими проектами, хайпами, в которых я была много лет, именно то, что у каждого проекта был хозяин, этот хозяин в один для него прекрасный день забирал кассу и уходил. Вот и все. И все оставались ни с чем, либо в минусе. Слава Богу, если в нуле, но в основном в минусе. То есть люди теряли деньги. Здесь нет держателя кассы. Здесь все деньги. Как только ты открыл поток, положил в него деньги, твои деньги распределились по другим участникам. по отношению к номиналам потоков. И нету хозяина этих денег. Никто не встанет и не уйдет. Это нашими деньгами. Они все и так у нас просто распределены между людьми. Шикарно. Абсолютно правильно. Хорошая формула ты сегодня сказала. Держатель кассы. У нас нет держателя кассы. Абсолютно верно. Шикарно. Вот как-то Сергей тоже говорил в своих эфирах. Деньги. У нас так хитро все устроено, что деньги у нас от постоянного пополнения потоков. Да? Вот ты свои потоки пополняешь? Конечно. Постоянно. Потом дело, Андрей, перебью. Самое интересное, вот мне тут недавно один из новичков спросил, а что деньги из воздуха? Когда вы... А я говорю, не из воздуха, а наши же деньги от людей на годы? Ну, а если перестанут люди переходить? Так деньги-то в основном не от новичков, а от нас, кто разобрался. Потому что я прекрасно понимаю, что я все свои свободные средства буду вкладывать в потоки, потому что я хочу все свои свободные средства, даже не свободные, я уже закидываю, да, и зарплату, и аванс. Я буду все равно прогонять через потоки, потому что я вижу, что каждый рубль моей зарплаты приумножается на 10-20% за месяц. И это же прекрасно. Это как еще одна премия. Поэтому я буду каждый месяц, два раза в месяц вкладывать свой аванс, вкладывать свою зарплату, все свои... Я, допустим, сейчас придет 13-я зарплата, я сразу и прогоню ее через быстрые потоки, потому что она у меня предназначена, опять же, на поездку в отпуск, и пока мы не поедем в отпуск, мне надо, чтобы моя премия приумножилась хорошенечко, и я уже в отпуск поехала с большей суммой денег, чем бы просто моя премия пролежала у меня под подушкой, да. Я забыла, о чем я говорила. Деньги от постоянного пополнения поток. Да, да. Вот, новичок мне говорит, вот если новички не будут приходить. Да, к нам не страшно, что новички не будут приходить. Мы сами, те, кто разобрался, будем постоянно пополнять наши потоки, и, соответственно, деньги в фонде будут всегда. А так как я хочу, чтобы мой растущий был еще больше, чтобы мои дети от накопительного потока во время студенчества получали все больше и больше денег, я буду пополнять свои потоки все больше и больше. Тем самым мой финансовый, портфель каждый день будет увеличиваться, и в фонде всегда будут деньги также, в том числе и от меня, в том числе и от каждого нашего участника. Не от того, что он получит и положит свои 2000 рублей. Да, абсолютно верно, да. То есть тут у нас ситуация другая. У нас, представьте, что если это можно взять, так, допустим, такую общину, в которой все хорошо, да, и приходит новичок в эту общину, голодный, подранный, грязный, оборванец, долгами, и вот этого новичка берет, моем, гладим, перестань считать, давай на кнопочку нажимай, разбирайся, и он успокаивается, сытым становится, одежку уже начинает нормальную покупать, вот уже, и оп, и потихонечку он становится уже на путь финансовой свободы, так вот, в фонде действительно основной роль играют именно старые участники, вот, потому что их большинство всегда, их всегда большинство, новички приходят периодически, не так часто, вот, но большинство всегда старых участников, которые здесь задерживаются, система наша так устроена, что если ты ее расчухал, ты с ней будешь всю свою жизнь, вот этот момент он очень важный, если же для вас система непонятна, вы ее не расчухали, вы не поняли до конца, как она работает, вы не понимаете всю глобально, как она вообще, вы, может, какую-то часть пытались понять, и не поняли, пазлы не сложили у себя, важно сложить весь пазл, да, и еще, вот, скажи, пожалуйста, все твои участники эффективно управляют своими кабинетами, вот я заметил, что есть какой-то процент, который не хотят ими управлять эффективно, да, немногие, есть люди, которые думают, нет, я, вот я села, открыл быстрый поток и пока посижу на быстром потоке, есть люди, которые, ну, вот я же сама, первый шаг мой в растущем потоке был неэффективен, да, открыть растущий поток на 8 тысяч рублей, теперь мне это смешно, тогда я думаю, что он возникает, что ему не нравится, это 8 тысяч рублей положило, это было вообще мне непонятно, а потом поняла, что с 8 я получила 12, а с 10 я получила 20, какой разбег, да, есть у меня некоторые участники, которых, они не предупреждают, что они сегодня будут какой-то поток пополнять, допустим, растущий, я смотрю, он там, недавно, кто у меня там, на 7 600 растущий пополнил, я говорю, ну, боже мой, что до десятки это не догнала, ой, а что, ну, я думаю, а что они просто так лежат, или вот у меня девочка тоже, я смотрю на 2 тысячи поток растущий пополнил, я говорю, зачем пополнила, ну, а что они валяются, я говорю, купила бы икарнси, пусть бы у тебя икарнси на кассе лежала, я говорю, какие 2 тысячи, как важно советоваться с лидером, как важно советоваться с лидером, понимаете, то есть любые действия, но, как правило, все же грамотные, все же типа считают себя умными, да, вот, поэтому делают неэффективные действия, за счет этого в системе огромнейшая экономия, ну, просто огромнейшая, система бы и рада вам дать, так не берете же, понимаете, рада бы вам дать, с десятки и двадцатку, так нет, вы семеркой и получаете там, не знаю, 13 или 12, или сколько там, еще может даже меньше, да, вот, не берете, вот, поэтому, а чтобы брать, надо мозг иметь, понимать, как все работает до конца, да, вот, несколько раз у лидера спросить, на то он и лидер, потому что прошел этот весь путь, прошел обучение, прошел, все навыки имеет, и еще такие таблички, сам рожал, как говорится, попробую родить такую табличку, понимаешь, я просто вообще, это что-то, вот, поэтому, друзья мои, денег много, берите, говорит, кому надо, пожалуйста, берите, система создана обалденнейшим образом, поэтому, сейчас мы еще давай в трех словах расскажем о финансовой инфраструктуре, что у нас создано за все вот эти вот, уже скоро будет 12 лет, вот, финансовая инфраструктура, это то, с чем жить в долгую, то есть это стоит дорого и очень долго делается, вот, особенно связывается все между собой, чтобы гармонично все работало, что у нас есть из финансовой инфраструктуры, давай, у нас, многие, особенно новички, думают, что сообщество Меркурий, это сайт потоп кэш, который приумножает деньги участников, нет, это только одна небольшая часть, таких платформ, как потоп кэш, русско-рублевый, рублевая платформа, их еще три, у нас есть еврозона, где участники работают с евро, у нас есть польская зона, где участники работают со злотами, ну, в валюте злоты, и испанская зона, где тоже участники работают с евро, то есть можно сразу на четырех платформах открывать все пять видов потоков и иметь прибыль в разных валютах, одновременно иметь прибыль в разных валютах, в пяти разных потоках, то есть это вот одна огромная часть нашей инфраструктуры, это четыре платформы, которых мы зарабатываем. Помимо этого, есть собственные, это немаловажно, кто знает и разбирается, что это такое, это блокчейн, система, которая молниеносно переводит деньги с нашей заработанной нами из сайта потоков в наш электронный кошелек. Электронный кошелек тоже собственный, не какой-то, ну, не какой-то, не каким-то сторонним, там, в двойбитом работе. У нас есть собственные два электронных кошелька, это сберкасса, которая работает на рублях, то есть деньги, заработанные в потоках, мы переносим в сберкассу. И, кстати, в сберкассу тоже можно хранить деньги под процент, так же, как в банке. И евроэлектронный кошелек, это мой сторож, тоже электронный кошелек, в котором можно хранить деньги и с помощью которого вводить деньги уже, как и со сберкассы, на свою банковскую карту или наличными средствами, это уже отдельная тема для участников. Вот, значит, платформы, электронные кошельки, собственно, в блокчейн. Еще невероятная вещь, которую я нигде не видела ни разу, ни в одном проекте, я прошла их очень много, это, собственно, нейросеть, которая с помощью хитросплетенных психологических, математических, логических алгоритмов в форму распределяет между нами всеми деньги так, чтобы все были довольны, чтобы все были уверены в завтрашнем день. Помимо этого, еще есть у нас собственный, как ее обозвать, майнинг сфера, да, где можно купить облачный майнер и криптовалюту и карандастей не покупать где-то на бирже или в электронных кошельках у участников с помощью сделок, а купить свой облачный майнер, поставить себе его и он сам будет майнить, вырабатывать тебе собственные карандасты допустим, сегодня, если купить свой майнер и он начнет работать, по сегодняшнему курсу и карандасты стоят 100 рублей, на майнинг, что их, допустим, много, они у тебя лежат и через год и карандасты, к примеру, будет стоить 1000 рублей, а ты их на манию по 100 рублей, какая выгода, да? И что еще? Больше я не помню. Ну, даже этого уже достаточно, чтобы уже, кажется, начать запутываться в нашей финансовой инфраструктуре, да? То есть, все создано для того, чтобы вы имели возможность брать это, этим пользоваться и иметь деньги каждый день. Вот почему не надо приглашать? Вот мы немножко вскользь уже рассказали, давай народу расскажем, почему нет у нас обязательных приглашений. Да, конечно, опять же, это потому, что деньги в фонде в основном от тех, кто забрал, от старых участников. И большинству людей, ну, многим людям, особенно новичкам, достаточно тех денег, которые они зарабатывают на пассивном доходе. То есть, там, от 0,5 до 2% в день зарабатывают от суммы своего жены и доволен, не приглашают. Но потом, когда этот человек рассказал коллеге о том, что я вот имея деньги с интернета, коллега пришел и неожиданно этот человек получает 12, ой, 7% от потока своего друга, все в шоке становятся и понимая, что приглашать хочется. А вообще никакого обязательства в этом нет и необходимости в принципе нет, потому что, опять же, деньги, говорю, от старых участников основная масса фонда. Шикарно, отлично, хорошо. Ну что, друзья мои, мы в основном вам рассказали про все возможности, которые есть. Сейчас мы готовы ответить на, давайте, несколько минут на ваши вопросы, поэтому у кого возникли какие-то вопросы, поднимайте свои руки, вот так, и готовы ответить. Андрей, позвольте мне. Слушаю, Татьяна Павловна. Татьяна Павловна. Татьяна Павловна. Татьяна Павловна. Я хочу поблагодарить Настю. Она действительно прошла дебют, хорошо, умничка. Вы так прекрасно построили общение. Оп, что-то я... Слушаем, слушаем. Да, 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 вы так прекрасно. Да просто вы выскочили, так я вам обоим говорила, вы убрали видео. Вы знаете, вы очень прекрасно построили общение, и ваш дебют, Настенька, вот я могу, я имею право так вас называть, потому что мы рады новому человеку, и у нас в нашей семье спикеров прибавился человек действительно грамотный, но если вы позволите, я только чуть-чуть добавлю, почему можно никого не приглашать, Настя, у нас, вы просто упустили, вы не волнуйтесь, вы это знаете, у нас просто одноранговая сеть, и в кабинете, что у лидера, что у Андрея, который 7 лет уже в сообществе, у нас у всех одинаковые проценты идут, и только у нас сумма денег вложенных нас отличает друг от друга, и каждый, кто как делает, выстраивает свои позиции с деньгами, только от этого у нас разница, а так мы от ничего не теряем, если вы никого не пригласите, вы ничего не потеряете, но вы прекрасно справляетесь с этим совсем, и я вас поздравляю, что вы лидер второго ранга, что команда у Андрея, конечно, растет, и спикеры у нас появляются, я думаю, что на следующей неделе у меня тоже есть спикер готовый, и я с Андреем пообщаюсь, и я буду рада всегда приветствовать вас, вы замечательно знаете нашу тему, и вы подтвердили в сегодняшнем интервью, что вы действительно грамотный лидер, браво, здорово, мне очень понравилось, здорово, отлично, молодец, не сдавайся, Настя. Спасибо, Татьяна Анатольевна, очень приятно. Отлично, еще вопросы, еще дополнения, Елена, смотрю, поднимала руку, еще у кого, А тогда у меня вопрос, Настя, а какой смысл вам пойти в спикер, вот зачем вы пришли, всегда, мне вот часто такой задают вопрос, что вы рисуетесь на публике, зачем Андрей постоянно рисуется, что ему не хватает денег, что ли, а вы зачем, я художник, я художник этой жизни, подождите, Андрей, это не вам вопрос, я знаю, что вы мастер отвечать, Настя, вот зачем, смысл сегодняшнего спикерства, и я думаю, что вы не уйдете уже отсюда, вот зачем вы пришли на спикеры, и ваша цель, вот проводить презентации, скажите, пожалуйста, зачем вы это делаете? Ну, так как я в этом городе совсем новичок, мы живем здесь всего 3 года, у меня личного окружения очень мало, но у меня настолько распирает изнутри, мне так хочется рассказать, что спустя, пройдя огонь, воду и медные трубы, я наконец-то нашла то, что очень многие люди, очень много людей ищут такие возможности, которые завтра не закроются, это основное, что, допустим, у меня напавлевшие и многих людей, и мне хочется кричать об этом, а крикнуть некуда, честно, ну, нет пока, не так давно, мы с датой ездили, личного окружения очень мало, ну, родственников, конечно, все уже в курсе, там, друзья близкие, все в курсе, и хочется об этом кричать, хочется, чтобы я была частью того, что кто-то стал счастливым, ну, и жизнь бумеранг, шикарно, 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 теперь есть куда кричать, поэтому, да, это действительно, вы ответили на вопросы, это действительно так, потому что душа у вас поет, вы понимаете, что вы можете дать людям что-то больше, браво, Настя, просто респект тебе, я рада, отлично, благодарю за теплые слова, так, Наталья поднимала руку, слушаю, Наталья, включаем микрофончик, там кнопочка такая посередине большая, нажимаем ее, микрофончик, и слушаем, пока ничего не слышно, ну, ладно, хорошо, на этом тогда будем заканчивать, ну, что, друзья? Нет, не будем, нет, не будем, Татьяна Павловна соскучилась, реально, нет, ну, правда соскучилась, просто, я тут тоже обучением немножко занимаюсь, готовлю, все, все нормально сейчас будет, а, все, вот Наталья рассказывает, просто я хочу поблагодарить еще и Андрея, вы правда, ну, он уже достойен у нас благодарности, поэтому, спасибо, Андрей, за презентацию, все, замолкаю. Наталья, говорите. Наталья? Ушла. Прием, нажимаем на микрофончик, нажимаем. Настасья, вот, да, нажимаю, слышно меня, да? Во, 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 да, вот сейчас слышно, все, сейчас ничего не трогаем. Или не слышно? Слышаем, слышно. Наталья, мы уже что-то со связью. Настасья, вот теперь я воучу, вижу, вижу вас, познакомилась в эфире, очень благодарна, рада видеть молодое поколение, и вот вы говорите, хочу кричать, вот всю молодежь сюда, как бы, знакомьтесь с информацией, и для молодежи здесь столько перспектив, ведь их в будущем, мы прекрасно понимаем, что ждет, ну, просто ничего, работы не будет, заработков не будет, а сообщество, как бы, удовлетворит все потребности, все возможности молодежи, но и с такими лидерами идти, это просто одно удовольствие, я благодарна вам за этот эфир, вот, и хочу сказать, популяризируйте свою работу среди молодежи, и больше будет знакомств в вашем городе, всех благ вам и удачи. Спасибо огромное, Наталья, будем стараться. Отлично, хорошо, ну что, друзья, всех благодарю, я очень горд, что мы все вместе, в одном прекрасном месте сообщества и всех новых участников, кто хочет изменить свою жизнь, регистрируйтесь, регистрация ни к чему не обязывает, вот, и двигайтесь, начинайте двигаться вперед, хватит смотреть телевизор, сериалы, ныть в этой жизни, надо что-то делать, поэтому у вас есть тема, где что-то можно делать, поэтому регистрируемся, все будет у всех очень хорошо, поэтому всем желаю удачи, давай, Настя, в трех словах попрощайся с народом, и пойдем делать великие дела. Я сегодня, никогда, ну, во-первых, то, что сегодня буду вещать, это было спонтанное решение, неожиданное, оно вырвалось изнутри, Андрей тоже не ожидал, я думала, что буду говорить при аудитории, ну, там, 40, 30, 50 человек, и когда я увидела, что 200, сначала у меня, хорошо, что не видно мои ноги, сначала у меня очень приятные ноги, а сейчас под конец уже так расслаблено, и чувствуешь себя, как будто ты всех знаешь лично, не знаю, какой-то жестоты, все свои, такое ощущение, что все кругом свои, мне очень понравилось, очень, все отживается, никакого негатива, я очень восприимчивый человек, и очень чувствую, наверное, энергетику, ну, потому что я рыба, все рыбы друг друга, наверное, это так чувствуют, я вот сегодня сижу, говорю, и все спокойнее, спокойнее сердце, и понимаю, что, ну, я в нормальном месте, я все делаю правильно, и что, может быть, сегодня кто-то до меня услышит, и завтра просто будет благодарен, и его благодарность принесет мне, придет ко мне положительная энергетика, и все кругом будут, сейчас все. Огромное спасибо, друзья, всем-всем-всем 200 людям, которые пришли, которые послушали, которые досидели до конца, я надеюсь, все было понятно, и приятно было меня слушать. Всех люблю, внимаю, растем, движемся вперед. Да, всех, друзья, всем удачи, и до новых встреч.